Николай, ну, собственно говоря, конечно же, не можем не обойти тему того, что сегодня происходит уже внутри России, да, я имею в виду в Курской области, ну, и давайте уж там прилегающей Белгородской и Брянской даже где-то там, частично где-то что-то. Ну, я хотел бы вас спросить о ваших ощущениях, потому что давайте я просто опишу вот свои личные ощущения, у меня почему-то складывается впечатление, если я не прав, вы меня поправите, о том, что на самом деле большинству россиян наплевать на то, что происходит в Курской области, в Белгородской области, особенно Москву, да, вот крупные города, где жизнь продолжается. Почему, откуда я беру такой вывод? Концерты, значит, разного рода шоу, они не прекращались и не прекращаются до сих пор, такое ощущение, как будто ничего не происходит. Все веселятся, все гуляют, догуливают лето, как когда-то сказал, мне очень понравился Олег Кашин в одной из наших беседок, москвичи добивают последний летний опероль на летних верандах, да, то есть жизнь продолжается, войны нет. Но в Курске она реально, под Курском я имею в виду, она реально вот идет, идет вовсю. Как уж она идет, мы не знаем, потому что, ну, да, как сегодня модно говорить, туман войны, да, туман войны там такой. Вот я хотел бы услышать ваши ощущения, может быть, еще раз повторюсь, я не прав, да, потому что мы очень далеко от действия, естественно, можем судить только по неким там картинкам, в Телеграме там где-то еще и так далее, выхватывая их, да, вы все-таки гораздо ближе находитесь, несмотря на то, что Курская область от вас все равно далековато, но тем не менее, вот ваши ощущения, как бы вы описали эту ситуацию? Вы ведь знаете мем, причем порожденный абсолютно англосаксонской сферой культуры, if I'll ignore it, maybe it'll go away, где человек, который сидит в самолете, отворачивается от иллюминатора, и там в иллюминаторе что-то происходит, но не важно, что там, важно, что человек, maybe if I'll ignore it, it'll go away. Если я буду это игнорировать, оно уйдет, оно исчезнет. Почему-то вы странно так, я не знаю, даже с каким-то удивлением говорите, что вы поражены, что никто не делает из этого трагедию. Ну, я вас умоляю, потому что так и должно логично протекать жизненный цикл любого персоналистского автократического государства. Даже если атомная бомба внезапно разорвется, не дай бог, где-нибудь над Урюпинском или, не знаю, помните, у нас была история, когда метеорит над Челябинском пролетал, помните? Да, 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 я знаю. А помните, что западные комики об этом говорили? Да, я помню, отлично, кажется, Колберг еще говорил. Вот смотрите, на русских свалился метеорит! И вот мы только что получили свежие там, как-то свежие кадры с авто этого, ну, вы знаете, как на автомобиле есть те самые камеры с автомобиля. И первая реакция, ну, грубо говоря, там человек завесил окно, я забыл, как называется, как тень, чтобы не шла, да, от света. На автомобиле есть какая-то тень, вот он просто поставил тень и поехал дальше. Первая честная реакция. Ну, вот ударился о землю Челябинска метеорит. Кое-кто, кстати, сразу побежал этот метеорит распиливать. А знаете, что у нас, мне очень нравится этот анекдот, несчастные жители метеорита с ужасом наблюдали, как на них надвигается Челябинск. Это не Челябинск с ужасом наблюдал. Это несчастные жители метеорита с ужасом наблюдали на приближающемся к ним Челябинском. Потому что, ну, понимаете, как очень часто говорят, русских людей очень тяжело чем-то всколыхнуть. С чем-то экстрем... Знаете, живя на вулкане, вас тяжело чем-то удивить, да? Живя на вулкане, очень тяжело чем-то действительно преисполниться, чем-то вот... Да, господи, вспомните вы мем Том и Джерри, где Том, помните, прокалывает Джерри насквозь шпагой, да? А Джерри делает вид, что... Ну, прокалываю, ну все, давай, давай, удиви меня, ну прокали еще раз, дважды пропадырях. Господи, да, конечно, удивлены должны быть всей страной, удивлены. Какой кошмар, паника, паника, паника тотальная. Кстати, то, что Олег Кашин говорит, что в Москве там... Я в Москве, собственно говоря, не наблюдаю чего-то такого. Действительно, можно сказать, что Москва такое вот место, где плавный, размеренный. Но, подчеркну, опять же, это maybe, if I'll ignore it, it'll go away. И знаете, даже если там что-то... Даже если метеорит упадет на Кремль, метеорит будет лететь к Кремлю, то в новостях будут обязательно говорить о том, что, ну скажем, метеорит не падает, а отрицательно растет. Вот. Метеорит не ударился, а метеорит хлопнулся. Произошел не взрыв, а хлопок, после чего будет не возгорание, а задымление и так далее. Понимаете, это новояз, это вот замечательная традиция у нас. Они уже выработаны, друзья. Никогда нельзя говорить огонь или там пожар. У нас задымление, слово, употребляется. Нету слова катастрофа. У нас временная трудность. Нету слова там инфляции. Взрыв, хлопок, да-да-да. Нет, ну да. Но, Николай, смотрите, это же до самом деле эмоционально работает. Если говорить, вот как вы говорите, хлопок там или там еще чего-то, то так как бы смягчая сильно ситуацию. Нет паники в стране. Люди как бы живут, как сказал Денис, потягивают коктейль где-то там на верандах. И страна живет. То есть это, конечно, все... А знаете, не хочется обо всем этом думать. Правда, блин, это настолько до тошноты надоело, черт возьми, думать о чем-то этом. Кстати, не знаю, будьте на нашем месте тоже подумайте, что это уже достаточно. Живя в психприемнике, живя в сумасшедшем доме, уже очень хочется чего-то нормального хотя бы для себя. Когда вас бьют током каждый день, хочется уже от этого немного отстраниться. Потому что не очень-то хочется принимать близко к сердцу то, что потенциал такой великой страны спускается в унитаз. Чувство того, что вся жизнь и, может быть, будущее твое абсолютно неопределенно, что завтрашнего дня никто тебе гарантировать не может, что все перспективы твои, планы там какие-то, не знаю, у которых есть планы людей, конечно же, которые там могут просто попивать коктейли. Очевидно, у них есть какие-то планы на будущее, все эти планы разваливаются. И от того, что престиж страны, может быть, падает на международном уровне, и от того, что твои личные амбиции не реализовываются. Знаете, об этом очень не хочется думать. Хочется думать уже о том, чтобы моя хата была занята с краю. Николай, а вот интересно, как вы считаете, условно говоря, откуда растут эти корни? То есть это действительно государство выбило вот эту подребность общества, скажем так, сострадать. Ведь вот смотрите, какая картинка интересная получается. Есть государство Израиль, маленькое государство, которое постоянно, в перманентном находится состоянии войны, где там, условно говоря, я там утрирую, конечно, каждый месяц, но что-то происходит. Происходит свой курс. Я даже сейчас сегодняшнее время не беру. И это, несмотря на то, что это уже, казалось бы, превращается в рутину какую-то, да, ну, казалось бы, ну, привыкните уже, это происходит. Нет. То есть люди действительно сострадают, люди как-то сопереживают, люди поднимаются, люди против этого категорически, да, но это происходит уже огромное количество времени. И вот сколько же потребовалось, условно говоря, времени в России для того, чтобы это все сошло буквально на нет. Ведь действительно правильно говорят, вот завтра подпиши указ о присоединении Курской, Белгородской, Брянской, там, Воронежской области и Украине. Ведь никто же слова не скажет, я имею в виду люди. Они как попивали свой, условно говоря, летний опироль на верандах, так и будут попивать его. Им наплевать, что там с Белгородской, там с Курской, да бог с ним, Украине отойдет, ну, ради бога. Нас, главное, не трогайте, Москву, главное, не цепляйте. Вот почему так происходит? Кто в этом виноват? Или это нормальная ситуация? Как вы считаете? Предположим, Джастин Трюдо завтра заставит вас всех начать заниматься неодобряемой в России однопололюбовью и будет наказывать шоком или заключением на 25 лет в тюрьме за то, что вы этого не делаете. Всех, кто будет заниматься гетеросексуальными отношениями, будут наказывать однозначно по всей строгости закона, и вам будет прилетать. В один период времени, конечно, вы будете протестовать против такого жуткого закона. Кто-то будет выходить на митинги, демонстрации. Ну, предположим, что у Джастин Трюдо есть огромные запасы нефти и горючего, которые он использует, чтобы платить своей наемной армии, чтобы заставлять вас всех это делать круглые сутки 24 на 7, 34, в общем, 30 дней в месяц и так далее. В один момент вам это приестится, и вы скажете, ну, maybe if I'll ignore it, it'll go away. Вы думаете, что вы такие особенные, что вот, например, Израиль или западное общество, оно не такое. Вот русские какие-то особенные, у них эмпатии нет со стороны. Русские тоже очень сострадающие люди. Просто, понимаете, если вы будете помещены в состояние, когда вас бьют током, причем постоянно, с этими внешними вызовами, этими великими достижениями, этими импульсами, вы в один момент действительно становитесь человеком, которому очень-очень пофиг. Я рекомендую вам, кстати, позвать Язеру Мора, с которым мы говорили по поводу Израиля и по поводу конфликта. Очень интересный, толковый человек, который скажет больше, чем я по поводу того, насколько они сострадают или нет. Ну, вот как раз постоянное чувство конфликта, постоянное чувство того, что ты борешь за существование, и не дает тебя размякнуть, и не дает расслабиться, очень важно. Сострадание – привилегия богатых и успешных стран. Растие не то, не другое. – Мы сегодня, Николай, как никогда с вами совпадаем, ну вот просто в десятку. Я только хотела спросить у Дениса, а если здесь у нас в Канаде там оттяпают кусок квебека или еще что-то, что разве будет по-другому? Ну, я просто за вами сегодня не успеваю, Николай. К поводу Эзра Мора тоже, спасибо вам большое. – А мне кажется, будет по-другому. – А в чем будет по-другому? – Ну, я думаю, люди будут возмущаться. – А вот сказал только что, Николай, очень точно, повозмущаются сначала один день? – Не, ну это понятно, но вот мне кажется, что как-то в России даже не то, чтобы не возмущаются. Нет, в России-то тоже возмущаются, естественно. И я думаю, в тех же самых там кафе, потягивая перо, люди где-то, может быть, даже это обсуждают. Но вот я еще раз говорю, это мои внутренние ощущения, что людям на самом деле, по большому счету, абсолютно все равно, если, например, эти территории отойдут Украине. – Я понимаю, но возмущаться можно по-разному. Можно так возмущаться, что засесть в тюрьму, можно возмущаться… – Так вот, поэтому я и спросил, Николай, а как он кажется? Это вот что-то такое, условно говоря, на каком-то, я не знаю, уже историческом, что ли, вот месте, да, где-то находится, я не знаю, там со времен революции, что ли, это вот выбивали вот это из людей? Или это действительно полностью заслуживает сегодняшнего, сегодняшнего, нынешнего руководства, да, то есть заставить людей быть вне политики вообще полностью, да, что бы ни произошло, что бы ни случилось. – А я не понимаю, почему, извини, Николай, пожалуйста, почему эти люди должны быть в политике? – Возьмем две семьи, одни пьют валерьянку и умирают от ужаса, что происходит. – Да, потому что Штаман говорила, что сегодня нельзя быть вне политики. – Я понимаю, но вот я приведу тебе пример. Одни люди пьют валерьянку и умирают от того, что происходит, другие пьют, там, пироли, сидят на веранде. А что меняется от того, что этот пьет валерьянку и умирает, попадет в больницу, а другой как… – Нет, нет, я понимаю, но я же привел пример, например, Израиля. – Ну, я отвечу на это. Кстати, Николай, спасибо по поводу Эзра, мы с ним списались, и в понедельник он у нас будет. Действительно, я слушала ваш стрим с ним, очень интересный, просто очень. И мне очень понравилось и то, как вы общались вместе, и как это здорово получалось. По поводу Израиля, я все-таки там жила четыре года, но эта ситуация совсем другая. А как можно они реагировать на это, если ночью летят сирены, как 91-й год войны в Персидском заливе? Если вот это… и нужно одеть ребенку… – Это то же самое происходит в Курской области. В Белгородской это происходит каждый день. Каждый день там люди живут, там каждый день сирены выводят. Я к тому, что, например, люди в Элате, да, вот в какой-то момент, например, бомбят Тель-Авив, а люди в Элате сидят в кафешке, попивают кофе и думают… – Думаю, что нет. – Как они завтра пойдут хорошо, там позагорают или еще куда-то, или что-то? – Думаю, что нет. – Ну вот я вот просто об этом говорю. – Николай, извини, пожалуйста, что мы увлекли друг друга. – Просто как-то я вот… Я не знаю, что должны делать россияне по поводу того, что происходит, откровенно говоря. Я не знаю, как это должно быть. Вот я не знаю. Ты знаешь, Николай? – О, я знаю. Дело в том, что проблема России очень простая. Мы накапливаем трудности, социальные конфликты, а потом раз какое-то время полностью, как бы это мягко сказать, и цензурно на радио, чтобы звучало понятно. Просто слово «уничтожить» было бы, наверное, некорректно. Есть в русском языке это слово, но оно слишком громкое для радио. Лучше бы сказать «сексуально изнасиловать» в плохом смысле, в том смысле, в котором только можно, систему, которая существует, и на этом месте с нуля построить еще раз. – Тогда давайте… – Это антронная русская забава, выраженная фразой Александра Пушкина «Не приведи, Господи, увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». А знаете, почему он бессмысленный и беспощадный? Ну, потому что задрало все на этом протяжении. Я, между прочим, товарищи собственников жилья, иногда собираются наши собственники жилья в нашем доме. Знаете, что у нас недавно там ТКО расторгло договор, там управляющая компания опять шалит, ну, мы там заключаем договор с твердыми отходами убирают. На первом нашем собрании очень серьезный и важный вопрос поднимали. Мы его, этого начальника, который отвечает за ТКО, может, его лучше того расчленить? А вопрос был у нас между тем, ноги мы отдельно будем в пакет красать, или мы его ноги вместе вот так просто бросим туда. Вот культурный, вполне себе объективный разговор. Вы как-то удивляетесь, будь то, я не знаю, нежели в России, как решаются проблемы. Все эти накопленные социальные напряжения, все это накопленное напряжение, выражается в чем-то. Вот вам кажется, что русский народ терпило такое, он все стерпит, он все понимает. Он ведь как, знаете, вот есть соблазн выученной беспомощности. Скотинку током стреляют, током, ну и какая тупая скотинка, она ведь никогда мне ничего не сделает. А потом эта скотинка руку по локоть откусит. Вот обычно такое происходит с державами, режимами подобными нашим. Причем не надо сказать, что русский народ единственный. У нас много примеров такого же было в европейской истории Средневековья, когда думали, что ну и опять это проглотит, и опять проглотит. Давайте еще напряжение увеличим. Не играйте с напряжением. Бывает, что напряжение такое вытворяет, что дай бог еще рука останется, может быть уже и головы не будет. Продолжение следует. Продолжение следует...